Циклон привел в готовность оперативные службы. Еще не поздно прислушаться к советам ГИБДД. Сотрудники прокуратуры слушали чайку. Еще не поздно поздравить виновников торжества с профессиональным праздником. На севере жить не скучно, а в этом уверен наш дежурный по городу и сотрудники администрации. Они объявили о новой гипербореи. Совсем не поздно подавать заявки. Новости на телеканале НИКО+. В студии Юлия Кучеренко. Здравствуйте. Синоптики предупреждают, завтра резко ухудшится погода. Циклон принесет снегопад, метели, порывистый ветер. О непогоде предупреждены все оперативные службы. Непогоду принесет циклон, который образовался на Средиземноморье. Как сообщили синоптики, результатом прихода циклона станут снегопад, метель и сильный ветер. Его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. По шкале Баффорта завтрашний ветер обозначен как крепкий. Эту шкалу используют специалисты для оценки силы этого погодного явления. Если, к примеру, свежий ветер с порывами 8-10 метров свистит в ушах и вытягивает большие флаги, то при крепком качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, трудно идти против ветра. О непогоде уже предупреждены оперативные службы. ГИБДД сообщает, на дорогах возможно образование снежных заносов, колейности, гололедицы. Госавтоинспекция советует автомобилистам учитывать дорожные условия при выборе скорости и не создавать аварийных ситуаций. Также Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям по возможности отказаться от выезда на частных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом. Недобросовестные управляющие организации находятся в поле зрения надзорных органов. Об этом заявил сегодня Эдуард Гусаков, первый заместитель прокурора Карелии. Сегодня в Национальном театре Республики люди в погонах отмечали День работника прокуратуры России. Они поздравляли друг друга, получали награды и слушали «Чайку». Александр Гнетнев подробнее. Национальный театр «Чайка» – генпрокурор страны поздравляет своих карельских коллег. Сегодня мы отмечаем наш профессиональный праздник. В прокуратуре Российской Федерации исполнилось 294 года. Коррупционеры – главный враг современных прокуроров. Важнейшим направлением борьбы с преступностью в ушедшем году основалось противодействие коррупции. Прокурорами изучено почти 8 тысяч нормативных актов и их проекта, без которых исключено 795 коррупционных факторов. Люди в погонах не любят называть свое ведомство карательным органом. Говорят, у прокуратуры, кроме функции уголовного преследования, есть и другие, не менее важные дела. Ее сотрудники занимаются, к примеру, восстановлением нарушенных социальных, жилищных и трудовых прав. Функция уголовного преследования, поддержания государственного обвинения, она является уже традиционной, неотъемлемой функцией, но не самой главной. А самая главная функция – это функция защиты прав и свобод человека-гражданина. День прокурорского работника отмечают в холодную пору. Внимание сотрудников прокуратуры сегодня ждут замерзающие граждане. К примеру, в Суаярве жители более 20 домов встречали рождественские праздники в холодных квартирах. Причиной послужило замерзание участка водопровода. А недобросовестные управляющие организации, найти которые не составят труда в любом уголке республики, своим бездействием провоцируют чрезвычайные ситуации в самый разгар зимы. Есть сложности, мы этими сложностями занимаемся прямо в текущем режиме. Действительно, есть недобросовестные управляющие компании. Главная цель – это, чтобы люди чувствовали себя защищенными, чтобы зимой в домах было тепло, было электричество, была горячая вода. Если управляющие компании и другие органы власти с этим не справляются, значит, этому будет дана обязательно соответствующая оценка. На данный момент работники надзорного ведомства планируют добиваться отзыва лицензии у недобросовестных управляющих компаний. Помимо этого, в связи с резким похолоданием сотрудники прокуратуры пообещали усилить контроль за всеми, кто несет ответственность за отопительный сезон в республике. Александр Гнетнев, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. Водопроводные трубы замерзают в Карельской столице. Люди дрожат от холода в собственных квартирах. А по жилым кварталам разгуливают лесные хищники. В городе правит бал «Царица зима». Подробности в нашей рубрике «Дежурный по городу». Жители нескольких десятков домов на Октябрьском проспекте и Перевалке провели новогодние каникулы, стуча зубами от холода, без отопления горячей и холодной воды. Замерзли трубы. В некоторых домах проблема до сих пор не решена. Новый год – дело тонкое. У кого-то после зимних каникул трубы горят, а у кого-то мерзнут. А в доме номер 4 по улице Плеханово проблемы начались еще в конце декабря. Сначала у нас не было отопления. Потом 6-го числа включили горячую воду. Холодная вода течет, тоненькая струйка со спичкой. Муж ездил в управляющую компанию, они только разводят руками. Сделать мы чего не можем. Отопление-то нам дали. Горячей воды так и нет. Как рассказали в управляющей компании «Онега», так нынче зовется небезызвестная компания «Стандарт», в праздничные дни с такой проблемой столкнулись жители нескольких десятков домов из их жилищного фонда. 30 из них все еще не разморожены. Компании не удалось взять в аренду паровой обогреватель. На Плеханово 4 нет горячей воды. Также замерзла канализация. Сегодня, либо завтра утром мы этот вопрос решим. Сегодня мы уже купили свой личный паровик. Сейчас его комплектуют деталями. Я надеюсь, что сегодня мы уже будем работать. Как рассказали в администрации города, «Онега» является абсолютным лидером по числу замороженных труб. Всего в карельской столице без воды и канализации до сих пор остаются жители 60 домов. Бывает, что после новогодних каникул к людям приходит белочка. А вот жителей микрорайона «Город Солнце» посетила самая настоящая рысь. Лесную хищную кошку запечатлели камеры видеонаблюдения. Хищница появилась на окраине микрорайона вечером 11 ноября и сразу же попалась на глаза удивленных прохожих. Она заходила именно с этого места и прошла на территорию детского сада. Там расположены кормушки. Сторож прикормил бельчат. Наверное, рысь пришла тоже полакомиться. Обратились в Минсельхоз с просьбой, чтобы приехали специалисты и обследовали территорию. Все-таки, да, в жилом комплексе много детей, детское садное объединение. Все-таки рысь может представлять для маленького ребенка опасность. Как рассказали в Республиканском управлении охотничьего хозяйства, в последнее время рыси заглядывают в город ежегодно. Пять лет назад одна из них даже заявилась в гости к депутатам Карельского парламента и разгуливала по внутреннему двору здание законодательного собрания. По словам специалистов, возможно, молодая особь заглянула в город из-за бескормицы или забрела к людям случайно. Мы надеемся, что она все-таки покинет город и уйдет в естественную среду. Наши специалисты попробуют проверить эту информацию и отследить, куда направился зверь. Сотрудники ведомства отметили, что жителям города Солнца не стоит переживать. Как правило, рысь на людей не нападает, по крайней мере, без причины. Главное, не доводить до греха, не пытаться ее преследовать или делать селфи. А еще лучше позвонить в управление охотничьего хозяйства и сообщить специалистам об увиденном. Таким мы увидели Петрозаводск сегодня. А если и вам есть что рассказать, звоните по телефону 533232. Давайте делать новости вместе. Жить на севере не скучно, заявили в администрации Петрозаводска и объявили о начале приема заявок на главное событие в фестивале Гиперборея-2016. Это конкурс снежных и ледовых скульптур. Конкурс снежных и ледовых скульптур пройдет на набережной Онежского озера уже в 15-й раз. За это время чего на нем только не случалось. Так, в прошлом году состязание было под угрозой. Материал для скульптур из-за плюсовых температур начал таять. В итоге фигуры из-за резкого потепления выглядели непразднично. Те, кто хотел увидеть работы скульпторов, могли сделать это только в дни конкурса. Они простояли рекордно короткий срок. Большинство композиций начали таять еще до старта фестиваля. Другие же потом снесли. Отметим, что и не в такую жаркую гиперборею, как в прошлом году, скульптурам не дают постоять подольше. Так, два года назад трактор сравнял с землей фигуры сразу после окончания конкурса. Организаторы опасались за безопасность. Скульптуры могли ненароком и опрушиться. В этом году погода скульпторов радует. Чем удивят художники, узнаем в феврале. А в администрации уже начали принимать эскизы, чтобы отобрать среди них лучшее. Сергей Азимков, житель Сегежи, собирается покорить Северный полюс. Путешественник сообщает, что отправится туда пешком. В местах, где нет возможности передвигаться на своих двоих, Сергей будет искать альтернативные варианты передвижения, скорее всего, по путку. Экономить путешественник будет не только на проезде. К примеру, ночевать собирается в палатке. Не все верят в успех предприятия, если почитать комментарии в группе ВКонтакте. Но судя по тому, что подобное путешествие у Сергея не первое, он в себе уверен. Новости на сегодня все. Я Юлия Кучеренко. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова